Ну да, обратил я тут внимание, что играю я уже больше двух часов. Кто-то думал, как-то подустал, но не знаю. Видео, возможно, немножко я подмонтирую. Дабы... Ну не знаю, может какие-то блуждающие моменты я вырежу. Хотя, может и не вырежу. Я пробовал вырезать на самом деле, да, вроде как... Таких не особо интересных моментов не так много остается. Но, с другой стороны, логика принятия решений часто пропадает. Потому что иногда приходится вырезать то, где я что-то там рассказываю, объясняю. А если это вырезать, просто бац и ничего не понятно. Зачем я туда пошел, для чего? Тут, кстати, ничего нет. И у меня сейчас в голове возникла гениальная идея. А может нам наверх сюда забраться? И с этого домика постреливать? Ладно, знаю, давайте ход на скрытом наблюдении посидим. Вперед идти не хочется абсолютно. Потому что это все может плохо для нас закончиться. Да, конечно, мы противников уже побили огромное количество. Но их еще 25. А нас по-прежнему всего лишь 8. Ну ладно, 25, там одна турель, 24. То есть по 3 противника на каждого нашего бойца осталось. Изначально было сколько, по 6? Да, то есть... Ух ты, ребят, мы половину за 2 часа перебили. Хе-хей! Классно. Так. Ну да, если, конечно... Ну, черт побери. Мод Long War of the Chosen, второй вот этот. Вот он, блин, очень долгий. И задание здесь соответствующее. Но я не знаю, что дальше делать. Идти вперед слишком опасно. Ну, слишком это опасно. Буквально за каждым углом может ожидать пак, а то и 2 пака. Если на них нарваться свой ход, то есть если уже несколько человек у вас походило, это будет крайне неприятно. Прямо скажем. Такое можно и не пережить. Ну, кто-то есть. У нас только что там была наша разведчица-жнец, и никого не видела. Здравия. Ох, есть, курить. Попадание. Супер. Царапина на 5. Нормально. А мы все на боеготовностях, кстати. Мы все на боеготовностях. Давайте, ребята. Ох, на 7 еще броню разорвал. Я не помню, что это за мегамутон, но он выглядит очень страшно. Но у него уже практически нет здоровья. Снайпер. Даже снайпер с боеготовности. 8 урона. Супер. Ай-яй-яй. Вот это плохо. 4 урона. 3 еще урона. Ой, как там много мутонов. Как много мутонов. Как много мутонов. Там просто чертов миллиард мутонов. 65, 60, 54. Да, шанс попадания такие себе. Виски. Перезарядка нужна. Горк. Есть рывок. Есть беглый огонь. В принципе, одного кого-то можно забрать. Художница. Есть молния. Мутон-центурион. Мутон-центурион, допустим, можно убить. Но 3 мутона. Мы их, насколько я понимаю, не убиваем. Ох-ох-ох. Так, ладно. Давай перезаряжайся. Как-то сейчас надо постараться минимизировать наши потери. У нас еще и серия, да? Да. А хотя нет, подождите. Серия работает. Серия работает, но... Ох-то, подождите-ка. Она всех мутонов-то хорошо видит. Ну, кроме Центуриона. Осталось только как-то раздамажить. 6-9. Так, ну 6-9 это уже с кровавым следом. Виски. 100%. 7-11, кстати. Он может мух жарить. Давай. 11. Так, ну это кажется похоронное, да, для него. 6-9. Да, он гарантированно падает через серию. Дедуля. Чуть-чуть они, конечно, не так встали. Это неприятно. Хотя, подождите. Ладно, не без паники. Художница может гарантированно Центуриона подбежать. Убить этих нельзя, убивать. И в ближнем бою, потому что они его контратакуют. Горг тоже может подбежать. Упор. Дробовик, соответственно, особо не поконтратакуешь. Может подбежать, вырубить. Приказ. Дает союзникам дополнительные действия. Здесь, по всей видимости, их видеть надо, что дополнительные действия дать. Двойной удар. Можно у мутона. 65% и очень много урона ему вжарить. А знаете, как надо сделать? Надо как-нибудь вот сюда подбежать, пострелять, а потом двойным ударом этого мутона забрать. Потому что полищук из такой позиции очень страшно выстрелит. Слушайте, может так и сделать. Давай, стрельба набегу. Только никого там больше не замечайте, прошу. Так, 100% этого не надо. 100% этого. 5-8. Давай сбегу в огне. Два раза. А. Ладно, так тоже можно. 24 их осталось с турелью. Здесь четверых еще осталось. Ты ему не можешь, да, приказ отдать? Нет, не можешь. Но есть двойной удар вот в этого товарища. Огонь. Промах. А из дробовика? Из дробовика попали. Неплохо. Теперь. Так, ну, серия здесь просто необходима. Берсерк. 6 здоровья имеет. Блин, а мутон не убиваем получается, да? Мутон не убиваем. Берсерк и так, слово, можем убить. Волчок, вот как им рывка не хватает, а? Чтобы из дробовика подбежать и вжарить. Просто такая была бы песня. Спец. Тоже, кстати, Берса может убить. А может вернуть действие медику. Но зачем действие медику? Тот перезарядиться успеет и все. Только перезарядиться. Волчок, волчок. 143. Вообще 28. Блин, ну они такие сильные. Он так сильно по нам выстрелит, этот негодяй. Очень сильно выстрелит. Как его убить, я вообще не представляю. Ну 47%. Огонь по цели. Давай. Потом пристреляешься, точнее будешь. Еще разок. Надо еще разок. 67%. Давай. Давай. Может еще разок. Ага. Нету больше разков. Так, этот сложился. О, техсержант. 5-8. Точно не убиваем. Волчок. 43%. Ну есть гранат, кстати. Есть, кстати, гранатка. А гранатка-то хорошо. Гарантированно убиваем. Того его. Одна хп-шка осталась. 82. Ножом сколько? 60 всего. Да нет, значит, просто стреляй. Кровавый след. Нормально. Осталось двоих. 67 в этого мутона. Ну... Это вряд ли уже, да? Это вряд ли. Подождите. А у него нет контратаки-то? Я только сейчас так бегу на него. Есть контратака. У него-то контратака есть. А если просто рядом поставить? Так, подождите. Как работает мясорубка? Атакующим в упор противника во время своего хода. Можно прям рядом с ним просто встать и убить его в свой ход. Вот этот мутон-гранат какой-нибудь кинет. И нам будет очень больно. Аптечки, конечно, у нас еще есть. 67.25. Аптечки у нас еще есть. Плохо, что гранат, конечно, нету. 52%. Мы стреляем. Имам. Я очень сильно надеюсь, что мясорубка сработает так, как я ее понимаю. Так, дух-то уйди в укрытие. 67%. И тут 67%. А, кстати, может убьем? Может Центурен-то отъедет? Нет, Центурен не отъехал. Одна хп-шка осталась. Сейчас граната полетит в нас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что за промах-то? Оглушение. Ты даже так умеешь, негодяй. Так, ну она все впитала, да? Да, она все впитала. Ладно. Ловите, пацаны. Поймали, пацаны. 77% кстати, всего лишь. Огонь. Ты будешь сегодня попадать или нет? Ладно, попадает. Второе тоже будет попаданием. Надеюсь, да, 100%. Готов мутон, надеюсь. Да, мутон покинул здание. Так, и скольких мутонов я не сосчитал? Было 24. Ну, допустим... Черт, восьми двоих. Не знаю, двоих или троих я не сосчитал. Пускай будут двоих, лучше в минус. То есть, буду думать, что 22 еще осталось. Фу-фу-фу-фу-фу. Так. Виски. У тебя одна хилка только осталась, да? Ну, три протокола установления есть. Давай. Протоколы установления работают отдельно от хилок. Это приятно. Пришла только лечить, наверное, все равно надо. Лечить, наверное, все равно надо, потому что красный туман безумный. Ладно, лечить потом. Пока, пока ждем. Да, но этот ход, конечно, прям совсем был напряжный. На самом деле, очень хорошо, что художница одна все в себя впитала. Что ее в рукопашном бою начали бить. Оглушать там вот это все. Так, ладно. Мы еще сохранили обрезы. Это тоже немаловажно. Давай, перезаряди. Хотя, свободный перезаряд. Наверное, не было смысла перезаряжаться. Ну, ладно. Давай сюда. Неблюдение. Егерь. Егерь. Куда им сюда? Встань. Ух, ребята. Это ведь чуть больше половины задания. Чуть больше половины. Ладно, давайте дальше смотрим. Зря. Я, конечно, сейчас прям инвиз включил. Потому что здесь и так всех видно. И зря, наверное, здесь остался. Так, подождите. Это, кстати, мы вернули к зданию, где вот турель где-то здесь была. Была где-то там турель. Так, ну здесь райкарты. Ну, такой себе крайкарты. Ну, ладно. Ну, ладно. Давайте сюда кучковаться. Я не знаю, выйдет ли к нам сейчас еще неприятель какой-нибудь. Или все-таки надо будет их искать ходить. Ну, пока идут. Даже не то, что пока идут. Ну, не знаю. Мы их отлавливаем. На их маршрутах движения. И пока, в принципе, неплохо это у нас получается. Без каких-то таких серьезных потерь пока идем. И это прекрасно. Я бы даже сказал, без серьезных ранений. Нас вот. Наша ниндзя. Немножко пострадала. Ну, последний пак очень жесткий был. Если бы мы его на боеготовности не поймали, нам бы пришлось очень плохо. Ага, ну вот она, турель. Так ее егерь не видит, да? Что, даже отсюда не видит? Ну, это странно, на самом деле, что мы ее не видим. Вроде как, прям, прямая линия. Но нет, ладно. Нет, так нет. Слушайте, я здесь, по-моему, уже был. Я как раз отсюда же шел, вот сюда. То есть мы вот так вот обошли здесь, и сюда же возвращаемся. Ну, не знаю, возможно, в этом здании кто-то есть. Ну, давайте пока что вперед рваться не будем. Потому что, повторюсь, мы, конечно, их очень неплохо уже потрепали, но их еще половина. Ну, чуть меньше половины, скажем так. Шанс лома 49 сил. Не, я ее взломать хочу. В чем забавно, получается, она ее не видит. Она как же ее чувствует? Так, по ней как-то надо красным туманом, получается, пострелять. Ой, красный туман, господи. Да. Угу, постреляли красным туманом. Почему ее не вижу? Патроны, красный экран, я вот их имею в виду. Ее почему-то видел только виски. Ладно, стоим, ждем. Я не знаю, почему я ее не вижу. Вроде как, должно быть видно ее. Так, снайпер, ты давай, знаешь, куда? Куда-нибудь вот сюда. Конечно, пенек не очень, но сойдет, наверное. Ага, сейчас сюда дедулю поставлю, и она резко турель увидит. Не-не-не, не надо. Что не так с этой турелью, а? Почему ее только Готта видит? Даже он ее сейчас не видит. Так, не, я не двигаюсь, я пока жду. А, я пока жду, сейчас тень откатится, и мы пойдем вперед. Абсолютно. Абсолютно. Только отсюда турель, что ли, видно? Серьезно? Вот, вот из этой точки видно турель. А тут ее... Ммм... Да сейчас смысле нет стрелять? Давай сюда. Что же это за угол такой, а? Блин, ну художницу надо подлечить, иначе она сейчас мазать начнет в ближнем бою. Чего нам совершенно не нужно. Так, только знаете, проблема в чем? Проблема в том, что... У нас только один будет выстрел из красного экрана. 85 процентов. Ну, если нет, снайпер ее снимет просто, и все. А так нам турель сейчас еще и вижена даст. 71, был уже 85. Ну ладно, нормально, справились. Она, конечно, покоцанная. Ну, нормально. И там никого нет. Да что за жизнь? Где все? Она, кстати, урон получит. Интересно, выживет? Сколько у нее? У нее 6 хп. В принципе, должна выжить. Ладно. Давай, пошла тень. И как-нибудь вот сюда идти. Никого нет. Еще дальше пройтись? Никого нет. Так, турель на наблюдение. Стой. Горг. Работки мутон. Стоял, ну ладно. Наблюдение. Егерь. Блин, егерь, тебе прям какую-нибудь точку высокую найти. Но нет здесь такой точки. Не туда, не туда, не туда, не туда. Ладно, нормально. Так, ну ее надо лечить. Ага, музыка закончилась. Это из-за турели, видимо, все. Она нам тут. Зря я так делаю, наверное. Ну, ее на самом деле, знаете, что хочется сделать? Хочется вот так вот сделать. Потратить не у основного медика аптечку, а вот у нее. Чтобы двух бойцов аптечки были. Так, и я, насколько понимаю, уже смысла тусоваться здесь нет. Надо вперед двигаться. Ладно, давайте двигаться вперед. Опасно, конечно, без укрытий. С турелью, дай бог, на следующий ход разберемся. Конечно, обидно, что она нам никак вообще не помогла. Противникам не постреляли. Ну ладно, сейчас разберемся с ней, чтобы по нам она тоже не стреляла. Но она по-прежнему под взломом. Это радует. Так, окей, инвиз спал. Сюда. Слушайте, а сюда, кстати, может быть, тоже имеет смысл сходить. В том плане, что пространства-то там много. Дух. Ладно, дух, давай сюда залази. Инвиз появится сверху, посмотришь. Тяжелая турель. Живи пока. На следующий ход тебя заберем. Да, давайте, наверное, на это здание пока забираюсь. На следующий ход турель все равно забирать. И сверху осмотримся. В принципе, позиции сверху не должны быть ошибочными, так скажем. Главное сейчас в середине хода никого не заметить. Иначе это будет плохо. Просто пока сверху выстраиваемся. У нас турель, если что, смотрит. Бдит, так сказать, за нами. Художница. Слушайте, а художница даже внизу оставлю. И горка внизу оставлю. Возможно, внизу в кого-то придется до сих пор взлом. Да серьезно, что ли? Может, это из-за нашего нового... Дрона? Так мы долго. Рисковать, не рисковать, рискну. Никого нет. Ладно, наблюдение тогда. Слушайте, а дай снайперу можно наверх загнать. Опасно, 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 опасно. Очень я сейчас сделал. Нормально, прокатило. Ну, значит, всех наверх. Я сейчас думаю, интересно, на сколько серии вообще придется это видео разбить? На четыре? Ну, серьезно? Не, это все, конечно, интересно, но... Разработчики, когда этот мод делали, они же понимали, что это вот так вот будет настолько долго. Она же шокирована сейчас, сейчас остается... Я же вздрогнул. Зачем так громко-то, блин? Вроде как 21 остался, ладно. Тюрель решила нас напугать под конец. Бабахом своим. Ну, черт возьми, я даже не знаю, где их сейчас искать. Внизу они вряд ли есть. Ладно, Горг, давай внутрь зайди. Ладно, давайте я сейчас ход никуда не иду. Посмотрим, что получится жнецу увидеть. И хорошо, на таких заданиях патроны не заканчиваются. Состалостью-то, кстати, да, уже нормально так. Мои ребята, девчата, устали. Справа кто-то. Я справа слышал змеи только что. Никого нет. Или это не змеи, это электроник так шебуршит. Здесь уже тупик. Если бы здесь кто-то был, они бы, наверное, уже вышли бы отсюда. Или бы мы их как-нибудь краем глаз бы заметили. Поэтому отсюда, наверное, можно уходить из этого края. Дух. Так, дух-то только через разблокировку, да, инвиза, спускаешься. Ну ладно, давай сюда попробуем спрыгнуть. Только никого не замечаю, я тебя прошу. Никого. Отлично. Ладно. Здесь, значит, никого нет. Дверь на всякий случай открой. Точно никого. Точно никого. В этом здании есть смысл его искать? Ну что это вот так? И главное, я здесь-то был. Почему все так потемнело? Черт возьми, колодки только высадились. Так, Горг, ты где? Вот Горг. Так не хочется их разделять, честно сказать. Я и не буду их разделять. Конечно, хочется побыстрее уже все это зачистить, но... Ну не знаю. И с другой стороны, не хочется откладывать это задание. В том смысле, что да, можно сейчас храниться, там завтра, послезавтра к нему вернуться, но... В режиме, так сказать, ограниченного времени. То есть вот сегодня время есть, и знаете, да, уже как бы устал, но лучше поиграть сегодня. Лучше все это дело закончить сегодня. А в следующий раз лучше я это дело все буду монтировать, высматривать, вырезать, если что-то надо будет вырезать. Потому что на поиграть времени уже может просто не быть. Поэтому сегодня играем до победного. Хотя, да, уже три часа почти сидим. Караул. Караул. Ну-ка, говорит, слава богу, что нет никого дома. Что никто не видит, что я три часа занимаюсь подобным. Это, наверное, ко мне были бы вопросы. Я не знаю, куда сейчас идти еще. Просто не знаю. Они даже вот в этом здании могут быть, а могут быть где-то вот-вот дальше куда-то идти. И если я пойду просто сломя голову, ну... В десятый раз, наверное, уже за это видео говорю. Ну, это для меня может плохо закончиться. Хотя, если уходят четыре, наверное, уже просто, не знаю, на месте сижу. Ну, если не считаешь убийство вот этой турели. Ну, ладно, я, наверное, сейчас... Я сейчас духом налево схожу. Вот это здание посмотрю. Ну, карта, конечно, огроменная. Карта просто огроменная. И что самое, не знаю, интересное, неинтересное, она нелинейная. Просто стандартные большие карты XCOM'а, они линейные. Ты там прямо идешь, она может быть, да, длинная, большая, ты там прямо идешь. Там много уровней, много комнат, много сражений. Но ты идешь прямо. А на этой карте ты идешь не прямо. Ты защищаешь чертову прямоугольную... ...площадку. Не площадку, базу. Там же нет никого, правда? Нет никого. Отличный выход из... А, нет, есть выход из этой комнаты. Только она не хочет нормально выходить. Она хочет выпрыгивать, как дерзкая. Ну, не мне ее судить. Горк. Так, ну в этом здании тоже никого. Соответственно, можно сюда как-то выйти посмотреть еще. Так, а можно выйти посмотреть? Не выбивая стекла нельзя. Она только через стекла вылетает. Это не очень хорошо, конечно. Вообще не хорошо. Ладно, давай сюда пока встань. Ну, остальные не ждем. Что еще делать? Лежите, ребят, я тоже устал. И продолжаю. Я еще немного расстраивать так. Вот я сейчас выскочу, а там кто-то есть. Это будет очень грустно. А сколько идти? Ой, мам, дорогая, какая она большая, эта карта. Ну ладно, давайте я, наверное, пойду вот по этому периметру. Вот сюда. Там вроде разведали, там безопасно. Идем туда. Хотя бы некоторое время там будет безопасно, а некоторое время там по нам стрелять не будут. В принципе, зачищаем еще один пак. Один-два пак, так скажем. И жизнь у нас более-менее станет спокойной. Более-менее вперед можно будет продвигаться, не опасаясь на два пак сразу нарваться. Даже если в конце нас там встретят, я не знаю, сектопод какой-нибудь, мы к нему точно... Подойдем точно, зная, что он последний, этот сектопод. Уже будем с ним как-то пытаться разобраться. А то сейчас просто как слепые котята дыркаемся и совершенно не понимаю, куда дальше идти. Ну это, к слову, разработчикам мода. Не знаю, я бы им посоветовал на самом деле сделать эти карты. Ну да, пускай они будут большими, но... Линейнее, что ли. Это, конечно, прикольно, да. Все, карту ураган. Интересно, сложно, но... Проблема в том, что очень долго. На максимальной сложности, ну, мега долго. Такие карты зачищать. Даже если бы, вот я не осторожничал, ну, вы посмотрите на эту громадину. И это на самом деле, не знаю, нам повезло, не повезло, что мы на небольшом пятачке размотали половину вражеских отрядов. Даже больше половины уже. Потому что могли бы мы с ними гораздо дольше возиться. Так, снайпер, ты сможешь, наверное, залезть? Батюшки сможешь. В коем-то веке... Ну давайте еще, чтобы каких-нибудь противников найти, чтобы, наконец, у нас уже егерь с высоты пострелял, а? А то из каких-то подпольей, блин, стреляет? Ну ладно. Сейчас главное ошибки не начать делать. Это было бы не очень хорошо с моей стороны, конечно, но... Блин, какой выстрел в упор. Очень нехорошо с моей стороны, но я склонен к такому. Начать делать ошибки. Самый неподходящий момент. Окей, ладно, дальше тень. Побежали. Никого нет. И здесь следующее здание. Там такие же здания. Нет, игра, нет, не надо. Такое же здание. А знаете, что самое забавное? Что если бы вот отряды вражеские, они вот так двигаются по карте, и вот мы сюда идем, а они за нами. Я про то, что мы очень долго на этой гигантской карте можем друг за другом ходить. Я очень надеюсь, что все-таки всех, кто был в первой половине карты, мы переработали. И сейчас будем перерабатывать вторую половину. Которую на этой части карты, а не где-то мы ее пропустили на первой. Ну или для таких заданий надо прям какую-то точную цель выставлять. В том плане, что не обязательно всех убивать. Просто иди там захвати что-нибудь и все, выключи пульт, взорви, разграбь, внеси. Потому что я очень боюсь, что придется ходить зачищать, искать противника. Вот я про что. Что просто не будет понимания, где он находится. Хотя я, мне кажется, слишком рано начинаю расслабляться, так скажем, что сейчас искать буду ходить. Да, конечно. Искать я буду ходить. Навтыкают мне сейчас и найду, так сказать. Так, ну ладно. продолжаем двигаться вперед. Здесь никого нет. Может немножко рвочком сделать это все. Егерь. Так не получилось. Сейчас вот саты пострелять. Беги. Меня на самом деле напрягает то, что мы прошли такое большое расстояние. То есть, по сути, вот здесь мы все, да, прошли, прошли. Вот этот весь край прошли. И никого не встретили. Это плохо. Значит, вся вот эта армия вражеская, она где-то здесь. Вот на небольшом этом куске карты. А тогда, внимание, вопрос. Если вражеские армии вот так вот распределены, то есть на нескольких участках, то зачем вот это огромное пустое пространство делать? Которое чисто теоретически, но тоже надо бегать и исследовать. Так, ладно, я просто устал уже и начинаю какие-то там, не знаю, теории заговора строить. И не можете не обращать внимание на это. Наверное, надо бы сейчас еще немножко размяться и чайку налить. Потому что прошлая кружка давно уже выпита. Но я четко слышу, что вот справа что-то есть. Конечно, это может вот эти корабли вражеские порезкивают. Снайпер. Может, его сюда, на вышку? На вышку, на вышку. Давай, на вышку залази. Я же тебя на вышку послал, да? Да. Оп, все. Шедевральная позиция занята. Я не знаю, что дальше делать. Надо опять ждать, пока зарядится тень в нашей разведчице. И идти на разведку. Если, конечно, враг сам не появится. Ну, хоть направление мне какое-нибудь покажите, а? Вот где враги? Их нет. Врагов тупо нет. Так, егерь. Егерь, егерь, егерь. То есть, пыльщук. Не знаю, никуда не пойду. Я дождусь сейчас разведчицу отката навыка. После этого пойду. Сейчас, знаете, вот мы полчаса ищем, никого не находим, и сейчас на нас вываливается 3-4 пака. Вот это будет песня. Вот это будет нормально. Ну, только птичек, слышь. Но птички вряд ли из Адвента. Хотя, я такое возможности не исключаю. Здесь никого нет. Если наверх подняться. Чёрт возьми, я не знаю. Мы уже вообще вот... Что это? Это центр вражеской базы. Какой-то радар стоит. Не знаю, передатчик лучей смерти. И никого нет. Где охрана? Где охрана передатчика лучей смерти? Или что это? Почему никого нет? Я очень боюсь той ситуации, если вот мы здесь что-то пропустили, и они где-то здесь ходят сейчас. И что мне надо будет их бегать искать. Это очень будет плохо. И прям... Не знаю. Очень я из-за этого расстроюсь, если это будет так. А ещё я больше расстроюсь, если сейчас начну ошибаться, начну бежать вперёд. И благополучно на кого-нибудь нарвусь. Вот это будет ещё хуже. Поэтому лучше пока не расслабляться. Спокойненько. Двигаемся вперёд. Слишком сильно нажал вперёд, но надеюсь, что игра меня простит. Всё. Остальные на боеготовностях. Хоть услышите кто-нибудь их, я не знаю, направление. Скажите, куда идём? Ну справа кто-то есть. Хотя я не знаю, что это такое у меня вправо, мухи каратит. Но... Это вряд ли вайперы. Так. Егерь. Любопытный манёвр. Можно было просто через дверь пройти. Так, дверь закрой. Дух. Ну не знаю, из этого окошка посмотри. Ну вот это была турель. Прям почти со стопроцентной вероятностью это была турель. Вот. Всё. Давайте разбираем, захватываем, уносим. Это тоже, кстати, край. То есть я всё, я всю карту прошёл вот по этому направлению. Мы дошли до следующего края. Никого вообще не встретив. И это с учётом того, что нет только половины неприятеля. Остальная половина. Где? Или они все прям в центре. Ой-ой-ой. Представляете, а сейчас есть где-нибудь какой-нибудь закуток такой вражеский. Типа самый центр. Вот есть эта база, а есть центральная база. Вот они в самом этом центре стоят. И их там вот все оставшиеся, в общем. Три пака, грубо говоря. Четыре-пять паков. Ну, по-другому, так смотря сколько человек считать паки. И они все там. Я такой захожу, у меня такие добрый день, и 20 с лишним адвентовцев на меня наваливаются. И благополучно, естественно, меня избивают. И даже он по телевизору это показывает. Ну давайте, адвентовцы, ну появитесь уже. Сами. Я не знаю, вот это карачение, вот это слышу, но это же не змеи. Это местные механизмы каратят. Ну вот еще одно здание есть. Неужели они там все? Но сейчас, опять же таки, вперед идти нельзя, потому что у меня у разведчицы инвиз закончился. А если я так побегу, то я, возможно, засвечу своего снайпера. Так, извиняюсь. Прокашлялся. Так, волчок, а ты можешь сама запрыгнуть сюда? Сейчас прям посмотрим. Никого там не... Да, палим. Парочка дронов. А что за бочка? Не знаю. Так, парочка дронов. Какой шанс захвата? Дрон-наблюдатель 85% шанс захват. Да, и красный кран у нас убежал. 77 дрон-наблюдатель, 72 дрон-охотник. Давай дрон-охотник постреляем. Попаля. Тогда отбиваем дрон-охотника. Так, и это сколько их осталось? 21? 20 будем считать. Я не знаю. Я, скорее всего, уже сбился. Ну, можно, кстати, его просто убить. А можно попробовать захватить. 85% шанс захвата. 100%. Я не знаю, почему иногда багует вот это отражение. Но он наш. Ну, ладно, я его пока из списка не вычеркиваю врагов. Но, опять же таки, так, ну ладно, этим дроном хотя бы поразведывать можно будет. На том, как говорится, спасибо. Ладно, ты тоже наверх заберись. Да и снайпер сейчас наверх закинем. Хоть какая-то заварушка началась. Так, егерь. Давай сюда. Пит, пит. Спец. Да, спец тоже, на самом деле, наверх может забраться. Дух. Давай наблюдение. Горг тоже наблюдение. Дрон под взломом. Но это турель. Или я не знаю, что это за звуки. Одно из двух. Это турель. Две туреля. Три туреля. Сколько турелей? Две или три. Одна здесь и внизу одна или две. Снайпер. Ну, снайпер турель видит. Супер. Да, это точно выстрелом. Может, притонешь. Притонул на девять. Сто процентов. Шесть, девять. Гарантированная смерть турелям. Турели это хорошо. Девятнадцать. Будем считать. Турели уничтожать гораздо проще, чем обычных врагов. Поэтому нормально. Наблюдение. Наблюдение. Да нет, сначала перезарядка, потом наблюдение. Забываю я про это. Что ставлю на наблюдение с полным действием неперезаряженных бойцов. Есть у меня такой ксичок. Наблюдение. Горк. Горк, горк, горк. И вот сюда. Поближе к выходу. Наблюдение. Спецнаблюдение. Здесь еще под зломом наш товарищ. Как минимум еще пару ходов он будет с нами. И он нам очень сильно помогает с турелями разобраться. Вот я о чем. Давай спускайся. Здесь одна или две? Две. А, вон еще и товарища. Там пак с пяти бойцов. Убегут? Убегут. Нет, из четырех бойцов они испугались очень дрона и решили там немножко позависать. Так, снайперы. Оби турели видят. 5-8 в тяжелую. Ну, стреляя естественно. Плохо, наверное, что у нас не... Так, подожди, где у нас? Еще два хода. Тяжелый вот этот турель бы захватить и вот этих бы пацанов прорядить. Вот это было бы здорово. Так, ты турель убиваешь? Да, убивают. Гарантированно. Только я не смотрел, шанс царапины. Не, нормально все с царапиной. Еще минус трейли, то у 18. Обалдеть. Так, а что такое? Шокер дрона. Жаль, боеспособность цели. Да нет, она сейчас просто отскочет оттуда. Просто отскочу. На следующий ход, на который убьем, ничего страшного. Дрон просто вниз. Да нет, здесь боеготовности. Дрон все еще под взломом. И это хорошо. Дрон, давай назад. Вот сюда. О, и пацаны здесь. Но видим только турель. Тебе это понравилось? У нас пистолет, мне кажется, здорово придумано. Давай, выстрелы снайперки. Ой, кританули еще 8 урона. Давай убиваем турель. Супер. 17. А я не буду его отводить. Они сейчас в свой ход его попытаются убить. И в принципе, я не сильно против этого. здесь стоим на наблюдение. На следующий ход, так, хотя нет, дедуля. Уж дедуль тоже залезь наверх. На следующий ход нашу разведчицу, которая на шпагате сидит. Уйдем, уведем в инвиз. И будем мутонов палить. Соответственно, сначала снайперами, снайпером пощелкать. Чего, возьми, плохо. Дрон наблюдатель вышел из-под контроля. Сейчас урон получит. Помянем дрона. 16 их осталось. Пушить так много. На 0 это, наверное, из-за второго уровня его собственного дрона. Потому что, по-моему, раньше меньше урона наносилось. Вот это плохо. На я серпенс. Ну ладно, здесь наблюдение. Я очень сильно надеюсь, что сверху получится хорошо по ним пострелять. Если они на нас побегут. Но они должны, наверное, на нас побежать. Ох ты, а это что такое? Это босс качалки или что? Там чувак с миллиардом здоровья. Так, ну это змейка свои ходы потратила. Вот он тоже ходы потратил. Ну и жизнь потратил, похоже. Да. Поскользнулся. Пол сырой. Из пистолета. Нормально. Да ладно, из дробовика даже попали. Супер. Не замечай, не замечай. Промах. Нормально. Это межский снайпер там. Так, мутон страдает. Ная страдает. Дедуля. 77 в мутона. 59 в наю. Художница. Кто там такой? Мне, кстати, писали, что там сюрприз будет в последнем отряде, грубо говоря. Но у них там есть мэг. А у нас откатился взлом. Нет, прекрасно. 80 процентов. Ну на самом деле пробуй. 80 процентов хороший шанс. Блин, он выжил с 1 хп. 59 шанс. Но будет два выстрела. Пробуй. Одного выстрела хватило. Мутона бы убить, тогда эта дрянь побежит. Потому что не будет никого видеть. Вот это плохо. Волчок, давай. Один раз выстреливай и боеготовной станешь. Да нет, ну почему на единичку здоровья мы так много тратим атак? Да вы прикалываетесь. У художницы 52 процента всего лишь. настреляй. Сразу надо было табыть. Не хотел я. Я выстрел снайпера не хотел тратить. Хотел его на боеготовности оставить. Ну, получилось так. Ладно, дедуля. Давай наблюдение. Художницы наблюдения. Дух. Так, ты за один ход не успеешь вернуться, да? Ладно, давай уходи оттуда. Ну, тот безумный отряд нас не должен был заметить, правильно? Наверное. Так, егерь перезарядиться или пистолет? Не, давай перезарядимся. Пистолет, ну пухнешь ты на единичку в кого-нибудь, ничего не произойдет от этого. Да, ребят, давай, сейчас ход пришельцев начнется, прям секундный перерыв. Я думаю, что мы потихоньку... Так, подождите, я забыл вычесть. А сколько мы убили? Двоих? Да нет, троих даже убили. То есть 13, я пишу. Да, ребят, прям секундный перерыв. Сейчас немножечко разомнусь и продолжим. Продолжаем. Змейка куда-то убежала, но на самом деле это может даже неплохо. Мы отсюда естественно никуда не пойдем. Мы слишком долго к этому шли, чтобы сейчас пытаться бегать и какой-то ерундой страдать. Поэтому просто ждем. Мы кстати сохранили оба дуплета. Это очень приятно. То, что у нас есть оба у нас еще есть? У нас есть сканер боя, у нас есть, у нас есть Марина Козлова с топором, у нас есть виски со взломом, и кстати у виски еще лучная командная работа есть. Дух, 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 перезаряжайся. Серия есть, аптечки есть, то есть, ну не знаю, с медициной все в порядке у нас. Горг, ну горгу ничего и не надо, у него все тоже в порядке, только вот эту команду работы потратили. Плохо то, что гранат у нас нет, это из неприятного. Гранат, конечно, могли бы нам помочь, если товарищ, я, честно сказать, не успел увидеть, сколько у него там брони, но броня должна быть на басецком. И как нам ее снимать, я не знаю. У нас никого, да, нет с гранатами? Вообще никого нет с гранатами. Печально. Нет, сейчас ждем. Сейчас пока ждем. Никогда не торопимся. На следующий ход пошлем разведчицу. В принципе, сейчас позиция у нас нормальная. Будем их на себя выманивать и выщелкивать. Их осталось не так много. Я бы даже сказал, мало их осталось. Так, никого не видно. Ладно, ждем. Главное не заиграться и слишком далеко ее не отправить, чтобы она потом успела убежать. Ну, змея, соответственно, примкнула к тому отряду, к большому. Дверь бегают, открывают. Так, слушай, а ты... Ага, вон они. Там змея, солдат. но мы естественно отсюда не видим. Она-то видит, а мы-то нет. И сканер еще сюда. Посмотрим хоть что там. Там пара дронов, мэг и вот это чудовище с пятью брони. чудовище с пятью брони. Что с ним делать? Посмотрите, сколько у него здоровья. Ну, нам сначала вот эту шайку надо убить, которая там рядом с ним. Охо-хо-хо. А как нам их оттуда выманить? Не знаю. Они как. отходи давай оттуда забегай назад надо как-то ждать чтобы они наружу вышли просто так их не взять хотя егерь подожди можете позицию поменять если бы он прямо стоял он бы их видел или если на этаж ниже стоял она сейчас не видит потому что vision там нет давайте я вот так местами поменяю их егеря сюда вставай художница вот сюда и судя по количеству здоровья этот товарищ сильнее чем избранный еще и броня есть тут возьми мне броню то чем резать я конечно повторяю свой вопрос но мне нечем уничтожать броню а как нечем нет надо майка захватывать просто и все захватим мэка и пощелкаем броню пока ждем ребят не торопимся наша задача разобраться со свитой и захватить мэка в идеале как-то свиту отдельно от него вытащить и понял оси ой 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 смотрите какой красавчик свита отдельно от него не ходит да там еще какие-то ракетчики гранатометчики общем я их увидел потому что потому что они на эту гранату наступили я же их не должен сейчас видеть ладно разведка у меня на следующий ход откатится а может они сами выйдут если они сами выйдут то это принципе даже неплохо они потеряют много здоровья не хотят они сами ходить так но я не пропали что логично давай тень и попробуем их как-то разглядеть сейчас так они меня не увидели нет они меня не увидели так подождите лучник 49 процент шанс захват 68 68 так видимо я 54 процента принципе нормально нет ребят давайте перед заварушкой еще схожу себя как минимум чайку налью потому что я думаю что это надолго прям давайте одну секундочку и будем пытаться вот это все дело уничтожить далеко не уходить да честно сказать без записи сидел смотрел на это дело и генерал адвента это так чем умеет тактическое чутье полная готовность устойчивая дезориентация надежное укрытие огневая дисциплина закалка адаптации критический шанс осколочная граната ну понятно это очень сильный офицер это очень сильный офицер если мы сейчас захватываем лучника это очень сильно это будет 54 процента удачи на моей стране до удачи на моей стране черта бери икс ком иногда награждает самые неожиданные ситуации вот как сейчас как я не помню лучника есть гранаты добрый день как ваш ничего ох 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 с моноклем а чё это вы ребят так забегали а что не так да у него есть микроракеты так волчок ты кого видишь ты видишь дрона охотника дедуля видит тоже дрона охотника и еще одного дрона охотника ты видишь дрона охотника чет вы все видите дронов охотников Егерь Видит дрона, видит дрона, видит Гранатометчика Ная видит Инженера адвента, кстати, видит Может инженера тогда закроем сейчас Давай, через точный выстрел попробуем убить инженера Да, инженер в стене застрял, нормально Еще есть смерть с небес Окей, нормально Остальные все, в принципе, далеко Так, дрон-охотник Дрон-охотник, 82% Можно, конечно, еще метку повесить, чтобы дрона-охотника в этого гарантированно забрать Но с этим дроном-охотником будет посложнее Потому что у дедуля бронебойные боеприпасы А у волчка бронебойных боеприпасов, к сожалению, ну или к счастью, нет А, здесь еще вот 74 Такой вот есть выстрел Может быть тогда дедули пострелять в дальнего Здесь у нас еще приказ, который действию возвращает Это тоже, кстати, неплохо 78 Так, а у тебя какой шанс? 18 Это плохой шанс 74 Можно, кстати Так, подожди, а у тебя есть протокол? Блин, нет протокола нападения А зато есть выстрел Пускай он за арбалет своего бахнет Да, тут 95% шанс Автого 90 Давайте в этом, который 90 Так, подождите, арбалет броню вышибает Арбалет вышибает броню Супер, у меня есть оружие, значит, против Так, плотный огонь, а, плотный огонь, кстати, еще есть Это уж хорошо Генерал Адвента Только он мне сейчас, как бы Мэка-лучник это не выбил Но, с другой стороны, он сейчас видит только Мэка-лучника Нас сейчас видят только дроны То есть, если мы с дронами разбираемся, нас никто пока не видит 92% Ну, огонь Ой, она еще и кританула Она еще и кританула Можно этого дрона снять сразу А можно ей на боеготовность, кстати, встать Волчок, давай ты постреляешь А ей на боеготовность встанем Супер Я уже, кстати, сбился Там сколько было? 13, минус 3, 10 Но, мне кажется, что-то я где-то ошибся Потому что, скорее всего, они все здесь сейчас Трое, четверо, шестеро Может быть, я где-то сбился, окей Так, ты давай На наблюдение вставай А, волчок тоже на наблюдение Художница Художница, кстати, вот сюда бы сейчас было влететь Так, четко А я ей, может, ее как-то с фланга попробовать отправить Вот если она залетит, вот этих двух зарубит Остальные все далеко Или ждать Не, ладно, не буду Это какие-то слишком хитрые Слишком хитрые маневры Они обычно у меня не получаются Так, а тебя надо как-то, знаете, так спрятать Но чтобы у тебя Видимость позиции осталась Чтобы на следующий ход можно было Через серию пострелять А, вот, кстати, неплохо Да, давай, залази Будет и укрытие, и позиция сверху И вообще красота Горк Горк, нет, горк Жди своего момента Никуда не ходи Спец то же самое Ну, спец, ты уже, не знаю, слабенькая сейчас Без гранат Так, он Ой, ой, он сходил, сходил, сходил По роботу будет стрелять В упор Ой-ой-ой, как больно он стреляет Он безумно больно стреляет, этот товарищ Ладно, еще минус один, девять Но, повторюсь, скорее всего Я где-то ошибся И их уже Меньше Попади Ах Ну что же он ловкий-то какой, а О, единичка Давай не боевой ты выстрелишь, а Ну как Ох, ничего себе, как больно Надо лечить Так, сто процентов Ракетчика Сто процентов В Наю, кстати Восемьдесят семь В ракетчика Так, так-так-так-так-так-так-так Помеха, кстати Гремля отменяет режим наблюдения Прикольно Можно горга вылечить Я бы даже сказал, что не можно А нужно горга вылечить Так, все, горение прошло Ну теперь давайте смотреть Что здесь можно сделать Сто процентов Стража Он, кстати, почему-то Считается обойденным С фланга А, ну конечно Обойденным Он как чумачечеч сидит Так, ракетчика Гарантированно убиваем Гранатометчика Можем не убить Наю не убиваем Она не раненая С другой стороны Можно Снайпером по ней выстрелить И потом добить Так, а ты Вот этого не видим Слишком далеко Его, скорее всего, снайпер видит Да нет Его снайпер тоже не видит Это печально Молния Ну, молния, кстати Гранатометчика можно убить Вот здесь Выскочит генерал Этот черт Выскочит черт Генерал Так, а у тебя Панаги Сколько Точность 92 Нормально В принципе Так, подождите У меня же еще Убийство не выводит Из инвиза Правильно Почему не Так, ладно Давайте так Посмотрим Бешумный убит Жесть гарантированно Остается в тени При убийстве Врага выстрелом То есть, если мы убиваем Мы еще и в инвизе Остаемся Так, ладно Давай в наю 65 шанс крита Это почему так Ладно, давай Он может ее убьет сейчас Там шанс крита безумный Да Это просто минус наю Все Это был выстрел сверху? Да Это смерть с небес была Ладно Можем из пистолета Выстрелить Да Сейчас Подождите Мне кажется Он его не видел до этого А почему Сейчас увидел Можем еще действие выдать Так Дух 100% Стража Уф 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 87 Ракетчика 57 Гранатометчикам Можь конечно Гранатометчика Пстрелять Выстрелить Сначала Потом еще Пристреляться А можно Сразу на него Метку повесить чтобы точнее стрелять попробуйте его забрать на давайте на него попробуем метку повесить так теперь стреляем 67 огонь следующий выстрел еще точнее будет так ладно царапнули и стрелка а сто процентов вообще гарантированно убиваем не то чтобы гарантированно есть царапин шанс но нет царапина не произошла тогда здесь дух 40 процентов шанс крита конечно давай серию подрубай ранить бы вот кем-нибудь а кем неким здесь он давай кстати видят но проблема в том что а погоди помеха помеха пригодилась ребят сбил сбил сатану причем еще действие бесплатные с ума сайте теперь волчок иди кусай зубочок сейчас моего немножко царапнем 83 процента может и не царапнем да боже ж ты мой игра ох 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 такой помощи если мы сейчас рамагрантируем двоих убили а сейчас не убьем этот убьем вот шанс на царапину он есть а там кто остался там стражник больно стреляющий стражник ладно давайте убьем сначала того кого точно убиваем а то промахнемся и будет очень плохо не обнаружим и теперь 36 ну естественно все уже дамага не хватает ой 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 ну не знаю как нибудь вот так вот мечтай 40 процентов шанс попадания оглушения сколько 72 кстати ну-ка на 3 хода оглушилась так виски перезаряжайся твои бронебойные боеприпасы нам сейчас пригодятся ой как пригодятся сто процентов страж адвента достреляем уж крита не уж нет пять урона лан пять урон нормально тут товарищ все равно не встанет так ладно офицерик чтобы сделать я уже не считаю противников так но это бесполезный ход рушится нормально егерь блин егерь не видит этого сто процентов стража ладно страж забираем страж откинулся я про что хотел сказать я вот считаю считаю а это скорее все не последние ребят скорее всего где-то один пак ходит 29 до урон от конечно мы им наносим миллиарды и роботов-то убили так снайпер 66 так а что у нас есть у нас есть приказ у нас есть плотный огонь до конца хода не до конца хода это мало это прям мало мало кровавый след вот даже не пробьем сейчас да здесь как-то надо обходить сейчас такая охота начинается давай сюда принципе он по нему сможет пострелять только если сюда куда-то пойдет этих можно просто даже отвести так ну горга надо прям отводить отводить потому что на нем метка в него сейчас очень легко попасть горг сюда опасно отходить сейчас отойдем а там там сесть вот забавно будет либо набегу через два хода а насколько тебя проще попасть знаю у ее уже как этого мало выносливости так скажем 6847 да не сейчас стрелять вообще смысла нет вот никакого абсолютно можно конечно приближаться и пытаться дробовиками его размолачивать обрезами то есть художницы он там еще осколочную гранату кинет негодяй поэтому сильно рядом нельзя вставать должница пускай подходит есть просто отходим не будем естественно с ним перестреливаться так себе затея у нас одна броня у него 5 да и стреляет он явно побольше нашего 6 10 урон наносит еще одну броню разрывает 5 брони пробивает еще такой один не знаю что это такое но явно ничего хорошего просто отходим егерь 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 да ты стреляю чего тебя промах сожалению спец твои гранатки сейчас нам конечно не помешали бы сюда отойдем если он себя не видит дедуля перезарядку ты принципе относительно неплохо будешь ним справляться потому что бронебойные боеприпасы 24 урон наносит нормально а он промахивается вообще красота так но теперь плотный огонь бонус к меткости бронебойной силе бабах голографической целью указания еще на нее можно повесить 32 процент всего негодяй какой здесь можем обойти моего к слова давайте так и сделаем во первых много урона во вторых броню пробьем единичку брони меньше станет здесь кстати восемьдесят восемьдесят четырнадцать со страшной силы его рубанем броню мы прошибаем ой-ой-ой-ой повесит целью указания да давай повесим генерал адвента так надеюсь не явно не добегаем эти восемь до в полном укрытии негодяй стоит может быть и зря сейчас дополнительный урод на него накинул с другой стороны 711 лови она не оглушение действует нет не действует а может быть и действует но монокль конечно не прикольный так еще раз быстро пометка цели тактическое чутье дает или защитить за каждый видим врага вот прикольно полной готовности устойчив дезориентации надежность укрытия огневая дисциплина закалка адаптация все здорово все здорово но давай еще тебе затылочку топориком и он оглушился на 2 хода отдыхай сынок что дальше делаем дальше чего делаем такой же оглушился правильно он ничего сейчас делать не сможет лишь правильно понимаю я хранил эти двухстволки все это задание мне кажется сейчас пришла самую пора их использовать где вторая двухстволок тем более мне кажется это даже знаете как-то символично что ли на следующий ход еще одну броню ему собьем ну и собственно говоря на этом закончится товарищ генерал ну да на следующий вот надо было соответственно дополнительный урон накидывать ну да ладно так перезарядка как точность 100 генерал лови так художница давай сначала обычный выпад 8 урона но еще один выпад да они одинаково наносит и вот и молния оглушение на 4 хода ох есть курить так ладно дедуля дуплет сто процентов 1527 крит сто процентов плюс 6 давай генерал 34 урона это не все но это не все нет 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 сколько еще один пак наверное где-то остался вам ребят секундный опять же таки перерыв и продолжаем ну что ребята генерал у нас отъехал но его дело живет где-то еще мерзкий адвент овцы у нас здесь отираются давайте их искать но я не знаю в таком задании мне кажется надо вот именно делать задание там убейте генерал адвенту там командир базы еще что-то в этом роде представлять у вас такая вот заваруха а вы такие а это еще не все нет 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 ребята еще не все вам надо найти последний пак а где он спрятался мы вам не скажем черт возьми я конечно сбился уже в расчетах сколько мне там было но примерно наверное один пак и остался бойцов пять вражеских и они явно не здесь иначе бы они уже давно к этой заварухе подключились я очень сильно наде кстати такие дырки такое ощущение что снайпер наш провалиться бы мог на следующий год на этот ход если бы его не убрал ух они здесь долго бегать не надо значит так она сейчас у нас из инвиза выйдет да наверное выйдет из инвиза у не наверно точно выйдет из инвиза ладно давайте осторожник двигаться вперед так сколько их там четверо до четверо копейщик пулеметчик огнеметчик и стрелок неплохая компашка неплохая так волчок давай сюда дедулям а прям без укрытия встань бы готовность так дух дух отходим скани там описают пока так ты перезаряжайся ты куда мы сюда пока встань приказ у нас стать еще остался нет забавно ну по крайней мере так нас заметили да обрезы не зря я с собой тащил пригодились они часовой адвента тяжелый копейщик продвинутый чистильщик волчок одного только отсюда увидишь чистильщика так снайпер для на снайпер никого не вей а дверь можно закрыть можно все раскуривайтесь там ребятам они получаются вот эти позиции займут и будут стрелять отсюда да именно это передвижение хватит сейчас них пробовать врываться но одного допустим убьем штурмовиком одного убьем художницей с остальными что делать остальными что делать не совсем понятно поэтому давайте без фанатизма давай в полное укрытие встань данное наблюдение я не знаю возможно сейчас я на последний ход чем-то на фейлю очень опасно так всех четырех противников оставлять уходить на боеготовность но огнеметчик куда-то вообще в другую сторону побежал он все ходы свои потратила это приятно так этот не знаю потратил или нет потратил он сейчас парнет еда без сознания нормально 88 давай точный выстрел 89 ну ранение совершенно бесполезно нет я уже думал зависла все ладно давай нормально так а ты можешь сознание ее привести можешь давай поднимай дух тогда ну дурацкое ранение что-то скажешь надо было дальше отсюда отводить сам виноват так горк горк вот можешь с этим товарищем забраться здесь где-то кстати еще один товарищ 5 часовой 2 мт 90 80 может через серию тогда попробовать разыграть волчок будет видеть огнеметчика дедуля тоже будет видеть я не помню где четвертый где вот он так то можно было пробежаться конечно ну ладно серия в любом случае включается так а то если что действие ага ничего ты не можешь уже вернуть попробуй ранить огнеметчик ну нормально кровавый след хотя будет работать 90 процентов и 80 процентов 6-9 он все живой от негодяй волчок волчок так открой дверь его снизу нету нет его снизу вот где он где этот негодяй давай сюда одного только вижу где еще один да и кокос флангать не обойти со всех сторон укрылся 6-9 не знаешь что ты давай подлечись а то он сейчас там своего магнума бахнет 87 87 ну-ка давай попробуем 50 процентов ну с дробовика понятно не попадем давай ну конечно промах дедуля давай ты попробуешь у тебя то пожестче выстрелом 51 процент ой 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 значит его разорвало немного дух давай тогда наблюдение встань а протокол помощи на горга мне подозрение что где-то там последний я надеюсь что это последний пак если это не так то это это беда да последний там ну да и защита сработала так нельзя давай пробуй пожалуйста пусть это будет последний так ладно он еще живет тогда чей фраг дух вы что ли ну кстати то повысилась давай это последний эпичный выстрел скажите что это последний ух ребята мы это сделали 55 врагов 55 как 55 в общем я всю серию считал считал врагов а оказалось что 55 ох есть курить я не знаю на сколько серий ну это будет точно многосерийное задание я просто на него потратил все свои силы и возможности я не знаю но все едем улыбаемся серьезных ранений прям вот серьезных серьезных не было там по 3 по 4 урона получали но я считаю что это все семечки пока жив хотя бы ну да молодец давай повышение ух пехота добавляет плюс 1 критическому урону за каждых двух видимых врагов максимум плюс 8 работает основным оружием солдат и взрывчаткой интересно безжалостность если в течение вашего входа совершаете убийство или больше то получите одно действие беспокоящий огонь промахи основного оружия имеют дополнительный шанс стать царапиной и добавляет плюс 1 заряд к типу гранат добавляет плюс 1 к криту за каждых двух видимых врагов слушайте это кстати это неплохо и жалостность тоже неплохо этот как раз под дробовик выстрелить и убежать не знаю я наверно пока это не буду брать здесь не все так очевидно большой бум ваши гранаты и ракеты могут носить крит урон большой бум это надо брать двойной выстрел я не особо этим пользуюсь и травматические гранаты нет тут большой бум будем критовать команда я просто изначально растерялся что у меня егерь такого высокого звания уже ну ладно оглушающий выстрел выстрел оглушающий врагов но не носящий урона стрельба против фланга на есть плюс 2 урона и групповое наведение ну вот это надо с фланга плюс 2 урона 9 дней 15 ну не так все много так виски у тебя что спаситель медицинские способности становятся на 4 единицы больше круто вы получаете плюс 10 к меткости в режиме наведения круто и при удачном взломе негативные эффекты не возникают сюда 12 дней 9 дней так здесь что амбей беги один раз заход дает дополнительное действие после стандартного выстрела основного оружия по врагу я практически не стреляю по врагу дает плюс 100 к клане в начале каждого задания бонус теряется после первого получения урона ха-ха-ха неплохо и жнец серия атак первый удар который всегда достигает цели за каждое убийство в ближнем бою в режиме жнеца вы получаете дополнительное действие это надо жнеца брать хотя неуловимый неплохо тоже смотрится ну и дух разгром стреляет по цели пока не кончится патрон или враг не погибнет каждый выстрел меньше травм минус на 15 меньше к меткости чем предыдущий демаскирует по ножовщий на 1 раз заход дает бонусное действие после метания ножа по цели в пределах пятиклеток торговец смертью добавляет плюс 25 шансов укрит попадания критические попадания из тени по обойденным слангу врагам несут двойной критический урон вот это тоже круто конечно но разгром это слишком здорово и надо ей ей надо эти расширенный магазин дать вместо перезарядок если вообще они у нее есть мозг кодекса но это нормально все атака здорово элитный расширенный магазин вот кстати для нее он под разгром самое то глушитель внимательность адаптация инопланетных сплавов тридцать один кристалл элерия тридцать три два ядра сто шестьдесят материалов элитное автозаряжание так а почему это отдельно отдельно почему вот эти в трофеях а это а это мы на поле боя подобрали это нам выдали ПБМ умные макрофаги снижает время восстановления от ранений да это дает иммунитетка ядом и кислоти неплохо планшет адвента обломки турель адвента труп чистильщика адвента обломки дрона труп солдата адвента труп щитоносца труп копеющего Труп офицера, труп жреца Труп берсерка, труп мутона Труп вайпера Божечки кошечки Это просто нечто, продолжить Скрытие щитоносца, плевать Поломка туреля Мы раньше турели не приносили, ну ладно Препарирование мутона, сплавы дает Препарирование щитоносца Сплавы дает Разбор тоже сплавы дает Так И И что произойдет сейчас на карте От ячеек я переключаю на экран Принять сообщение Так Сейчас скажет, вы красавчики Приветствую, шеф Похоже, ваша недавняя деятельность привлекла внимание От Вента Наши незваные гости Наши незваные гости что-то замышляют Адвент бросил значительное количество средств Персонала на производство исследований в тайных комплексах по всему миру Подробности строго секречены Но на всех файлах присутствует одно слово Аватар А, это нам за штурм отдали Информацию Полагаю, обнаруженный нами секретный объект являлся лишь частью проекта Аватар Судя по тому, что нам пока удалось узнать масштаб проекта значительно шире Проект управляет высшей чины Адвента Но мне пока не удалось определить, с какого источника поступают приказы Все попытки узнать его истинную природу окончились Неудачно Пришло время применить более прямой подход Хоть мы и не понимаем истинных целей проекта Аватар Это не помешает нам остановить его реализацию Наша задача отыскать относящиеся к нему секретные объекты С помощью местных речей сопротивления Помешать действиям наших врагов И в процессе узнать правду Когда мы найдем центр проекта Аватар Мы сможем его уничтожить Не сегодня, дружище Сегодня я отдыхать Сегодня мы все отдыхать Если враг добьется его, последствия будут чудовищными Искренне надеюсь, что вы примете все необходимые меры, чтобы устранить угрозу Я тоже на это надеюсь Но не обещаю Да хоть бы похвалил, что мы региональный штаб уничтожили, дружище Здесь мы следим за проектом Аватар Ну, окей Контакты с сопротивлением появились Шеф, там удалось достичь определенных успехов И сколько? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Ух, ну ладно, кстати, неплохо Вещи новые чили Все, штаба здесь нет И Вот, собственно говоря, штаб мы уничтожили И что? Ну, хотя Аватар, я очень удивлен, что он такой маленький Хотя он, может быть, сейчас полетит как дикий Новый чили освобожден Все Включать мы, в принципе, можем все Но здесь, конечно, надо реклутов искать Потому что один товарищ Глобальная угроза сопротивление низко Процесс замедлен на 0% Глобальная сила 257 легионов Но не знаю, ребята, поздравляю вас с первым освобожденным регионом Здесь Плевать на конспирацию Давайте искать Разведданные В ЮАРе Ладно, в ЮАРе пускай конспирация пока повисит Так, ладно Мы сейчас, получается, расследуем Чтобы получить еще один контакт Разведданных 86 Материал 167 Разведданных нам надо много С другой стороны у нас будут скоро материалы Мы сможем построить один Какой-то ретранслятор Где-то нафармить разведданных И еще с одним регионом Соответственно, контакт заключить Вы знаете, в чем проблема? Если я встрою, допустим, ретранслятор вот здесь Устанавливаю контакт с Нью-Мексико То Ну, 100 разведданных мне надо будет Чтобы ретранслятор построить Сколько надо? Отсюда нельзя, дай его Отсюда нельзя строить этот чертов ретранслятор Новый Бразилия Нет, нельзя Их там 15 человек Давно бы уж сами построили Ну, 200 он стоит Я, конечно, могу нафармить И сюда бахнуть Ну, не знаю Ну, а с другой стороны что? Надо эти вскрывать Планшеты адвентовские Сейчас разборка Мэка закончится О, экзоброня, пожалуйста Экзокостюм и усиленный каркас Неплохо Мобильная броня Улучшенное магнитное оружие Винтовка тьма Картечная пушка Магнитная Магнитно-резонансная Мирисотронная Ну, красота же Но с другой стороны Мне разве данные нужны? Планшет адвента 5 дней Кэш пришельцев 5 дней Большой объем цены информации Тоже ценную информацию Основы исследований, кстати, 15 дней уже стоит Потому что мы их Несколько раз проводили Центр подготовки Течения способностям Так, ну и все нам не надо Почему мы так же Этим желтеньким светятся Молли Дэвис Сержант Брайана Вэма Молли Дэвис Так, ну смотрите Усталость 10 дней 10 дней 4 дня 6 дней Я, наверное, рано включил разведданные А с другой стороны Что значит рано? У меня есть кому идти Этих ребят тоже надо прокачивать Нормально Сходят Зарина Чукунга Не-не-не, нормально Пускай разведданные копают Они нам банально нужны Без них мы ничего заключить не сможем Ну, наверное, и все, ребят Давайте-то на этом моменте Мы с вами будем Заканчивать Следующая серия Не знаю, поищем задание Запустим какое-нибудь исследование Какое, я пока не знаю Честно, мне хочется и броню Мне хочется и пушки магнитные Мне хочется и мобильную броню Ничего только не хочется Но мне хочется и разведданные Чтобы сдвинуться с мертвой точки И контакт с новым регионом Заключить Это, соответственно, будет уже наш пятый Контакт И, соответственно, один еще будет в запасе Куда-нибудь еще сможем слетать Установить Это здорово Но на это Ну, контакт, друг говоря Разведданных набрать Еще 200 материалов набрать Но мы сейчас можем всего же напродавать Мы же гору трупов просто с собой принесли У нас сейчас новый день Ну, не новый день Ресурсы нам притащат Обновится там черный рынок Посмотрим, что будет в приоритете у них И что-нибудь мы там напродаем Мне кажется, можно даже насобирать Не знаю, там, на ученого и еще на одного В общем, посмотрим Тем более, деньги к нам тоже придут Это у нас сколько будет? 293 В принципе, будет хватать и на ретранслятор И еще на что-нибудь В общем, ребят Спасибо, что посмотрели это видео Надеюсь, оно вам понравилось Видео, скорее всего, будет не одно по этой миссии Я их постараюсь нарезать Соответственно, как-то это все состыковать с вылетами Чтобы, ну, поменьше всякой этой бяки было Но я думаю, что минимум серии 2 3, соответственно, из этой миссии получится Да, там много беготни Много не очень интересных моментов Но давайте, знаете, как сделаем И в этом прохождении Если уж мы этот мод будем доигрывать до конца Таких миссий еще будет много И следующая миссия Такого формата Я, ну, наверное, буду резать Буду вот эту всю беготню вычищать Но, опять же-таки, это исключительно на ваше усмотрение Поэтому пишите в комментариях Как вы относитесь к такому вот, ну, неторопливому, так сказать, прохождению Потому что, объективно, в этом задании Очень много времени мы просто шарахались по карте В поисках противника Ну, особенность задания Карта большая, врагов много И торопиться было вообще нельзя В общем, пишите что-нибудь в комментариях Ставьте лайки Всем спасибо, всем до новых встреч Всем пока